Здравствуйте, друзья! У нас сегодня утро солнечное, хорошее такое. И вопросик. Михаил Петрович, это я. Добрый день. Нужен ваш совет в довольно сложном вопросе. Стоит ли идти напролом по всем фронтам к цели жить и работать в США? Цель такая. Жить и работать в США. Стоит ли идти к ней напролом по всем фронтам? Или акцентировать внимание на одном? Муж, 28 лет, Сибирь, периферия, сибирская периферия, это же где ж такое? Работает программистом и учится по специальности. Второе высшее. Второе высшее. Первое мы не знаем какое. Ладно. До рабочей визы нас отделяет, от рабочей визы нас отделяет 3 года заочного образования, пока он там доучится. Тем не менее, по студенческой, через Татьяну Богданову, а Татьяна Богданова, у нее турагентство, и она специализируется на образовательных программах в США. Значит, мы могли бы переехать быстрее. И вот сейчас мы занимаемся подготовкой к экзамену по английскому для получения студенческой визы. Но настала пора сессии, и мы в раздумьях. Нужно ли? Благодарим хотя бы за короткий письменный ответ. То есть, уже вроде бы, да, вопрос такой. Уже вроде бы ждешь там своей рабочей визы и жди там потихонечку учись. И так далее. Чего вдруг форсировать? Значит, ну хорошо, давайте посмотрим. Итак, друзья, давайте мы сравним два варианта, которые у нас есть на руках. Ну, в смысле, вот у автора вопроса. Есть на руках, потому что варианты на самом деле разные. И разница между тем, чтобы там получить рабочую визу и тем, чтобы приехать в США учиться по студенческой визе, состоит в принципиальном плане в том, что нужно все-таки платить за учебу. И это не тысяча долларов, не две, там, если вы будете с Татьяной сотрудничать в этом плане. У нас были ребята на канале, я показывал, которые вот пошли этим путем, но это стоит денег. Я не помню, 15 тысяч, 20 тысяч, но все равно это стоит вот этих денег. Там такой университет, что вот Алексей у нас тут был, который рассказывал, что он занимается в субботу, там, рабочий день, ну, там, не знаю, 8 часов. И в воскресенье там еще 4 часа. А все остальное время как бы, ну, самоподготовка, можно сказать. И там довольно быстро появляется возможность пойти устроиться на работу. То есть разрешение на работу возникает такое. Сначала одно, потом другое. Я не хочу сейчас в детали этого, значит, ударяться. И вот в частности, вот Алексей, он сейчас работает в компании Expedia. И он до этого был программистом, он в Китае там поработал, и в России поработал, и так далее. Поэтому, что тут сказать? Значит, первое, это стоит все-таки денег. Второе, хотя есть возможность и зарабатывать тоже, но все-таки это стоит денег. Второе состоит в том, что по студенческой визе человек имеет возможность как-то дальше потом легализоваться. Но и студенческой визы, и самой легализации нет. То есть он все равно должен будет получить рабочую визу, например. То есть она все равно придет к рабочей визе. То есть он поучится, он там поработает, но дальше-то что? Ну вот разрешение на работу по студенческой визе, оно какое-то время, да, дает ему. Дальше что? Поэтому, что тут сказать? Если бы можно было совместить, да, то есть, допустим, он учится там где-то заочно, и учится, и молодец. Вот, он поехал там куда-то в Америку учиться, и продолжает там, например, учиться. С другой стороны, я просто на ходу соображаю. Если он учится в Америке, и получает тоже дегри какой-то в компьютер сайенс, то, может быть, ему тогда нет смысла заканчивать там на месте. Тогда получается, что он ничего особо не выигрывает, если будет продолжать образование там заочное. Ну, в общем, надо взвесить, я бы, конечно, сопоставил, вот, как бы, прибытие в США, более быстрое, да, с тем, что все-таки надо заплатить за образование, и с тем, что все равно потом это упрется в рабочую визу тоже. Это то, что касается, вот, конкретно двух вот этих путей, которые там у ребят есть, и которые они рассматривают, этим путем пойти или тем путем пойти. Значит, но вопрос начался довольно философски. Ну, давайте, вот раз мы тут на светофоре стоим, я еще раз. Стоит ли идти напролом по всем фронтам к цели, ну, вот к этой, жизнь работает в США, или акцентировать внимание на одном? Ой-ой-ой-ой, дело в том, что, вот, если вы каким-нибудь бизнесом начнете заниматься, или там будете изучать, как заниматься бизнесом, вам там скажут, что вот, когда ты занимаешься маркетированием, продвижением своего бизнеса, то нужно иметь там, я не знаю, ну, вот, скажем, в страховании, я когда изучал страхование, там, нас учили, там, надо иметь от пяти до семи разных способов, значит, приобретения клиентов, иначе бизнес может, как бы, так сказать, не выпрямиться, не встать и рухнуть, так и не состоявшись. Пять-семь разных стратегий должно быть. Значит, в эмиграции тоже есть разные стратегии. Например, они могут приехать по турвизе, подать на политику. Это и по деньгам дешевле, чем, например, там, учиться по студенческой. И по времени у них разрешение на работу будет, там, уже через полгода. Смотри, как интересно получается. Это же тоже стратегия. Их много разных. Вот, поэтому я бы на их месте бы не сбрасывал. То есть, я знаю ребят, которые приезжали по самым разным визам, начиная от, там, work and travel, гостевой, там, я не знаю, что там еще, тройни, вот этот вот, интерн тройни. И они в какой-то момент оказывались все, там, значит, в подаче на политическое убежище. Когда вдруг выяснялось, что другие стратегии как-то так не так хорошо срабатывают, хотя они тоже есть, но, может быть, не очень срабатывают. Поэтому, что тут скажешь. Я вот вижу иногда люди, там, по бизнесу они идут. Ну, то есть, пытаются, да, легализоваться в США через то, что они делают здесь бизнес. И я смотрю, вот год прошел, и два прошло, и три прошло. И так вроде, я думаю, так они бы давно уже политику свою получили. Давным-давно бы получили. Но, видимо, что-то им... Это разумные вполне люди, логические, так сказать, осмысляющие то, что они делают. Но, видимо, им что-то неудобно было. Может быть, то, что выезжать из страны нельзя туда-сюда мотаться, там, когда ты в подаче, там, ждешь и так далее. Я не знаю, что конкретно препятствовало, но разные стратегии. И... Конечно, система более устойчива, если она не зависит от успеха одной выбранной стратегии. Ведь, понимаете, что получается? Это же игра такая по правилам, которые меняются. Если бы вам сказали, вот есть правила, вот они на века. И ты можешь планировать, там, на 10 лет вперед, там, еще чего-то. А мы живем в ситуации, когда уже скоро три года, как обсуждалась иммиграционная реформа, на всех парах она обсуждалась, там, страшное дело. Вот нынешний, там, республиканский недокандидат, там, в президенты, сенатор Рубя, был одним из, так сказать, там, энтузиастов этой реформы со стороны республиканской партии. И вот мы уже три года живем в ситуации, когда реформа подвисла, так, и ее заблокировали, в данном случае, республиканцы. Там, до этого, за несколько лет, ту же самую реформу заблокировали демократы. Значит, когда она разблокируется, в каком формате это произойдет и так далее, никто не знает. Мы только знаем, вот что обсуждали и на чем, в принципе, сошлись. Но меняются люди, меняются сенаторы, меняются, там, конгрессмены, меняются президенты, меняются внешние обстоятельства и так далее. Поэтому, кто знает. Вот сейчас, например, в США настроения меняются в пользу антииммиграционных. То есть, скажем, все больше и больше людей говорят, что вообще иммиграция даже легальная. Вот неплохо бы как-то придержать это дело. Вот что-то мы разгулялись тут слишком сильно. Может быть, это связано с тем, что вот сирийские беженцы, хотя их тут очень мало и там в таких смехотворных количествах по сравнению с тем, что в Европе происходит. Но, тем не менее, вот, значит, люди как бы говорят, а зачем нам это надо? И вот идут такие изменения. Соответственно, значит, конгрессмены там, они тоже не хотят свою аудиторию, так сказать, избирателей своих огорчать. Отменяются. К чему я говорю? Правила игры не определены. Вот они сегодня такие, как когда вы вступите на поле брони, так сказать, может оказаться, что правила уже будут немножко другими. А когда вы будете в самой середине этого пути и изменить уже ничего нельзя, вдруг все отключка произойдет и окажется, что вы все зря это делали. Поэтому, чем больше стратегий у вас реально могут быть использованы, может быть, не параллельно, но, как бы, переходом с одной на другую, тем лучше. Вот буквально на прошлой неделе я с пареньком беседовал. Он у нас работал когда-то с Украиной. Он подавал где-то два с лишним года в сентябре. Два с лишним года в сентябре назад он подавал на политику. И вот буквально на днях прошел интервью с иммиграционным офицером. Вот эти вот 700 дней, которые говорят, что время уходит. Вот так примерно и получилось у него. Так вот, к чему я говорю, что он когда уезжал, это еще было при Януковиче, и он там был, значит, активистом в партии у Юлии Тимошенко. И это была одна история. А сейчас-то, представляете, то есть, ну, тем не менее, там все удачно у него прошло. Я не знаю, там, деталей его, так сказать, повествования. Но вопрос в том, что за два с половиной года-то, понимаете, что происходит? Уже те, кто был в оппозиции и сидели в тюрьме, значит, сегодня они на свободе, да? И мало того, они в правительстве и так далее. Вот тебе на. И как ты, и что у тебя, какие у тебя опасения-то за свою жизнь? За преследований, там, если ты вернешься. Поэтому мы, как бы, сейчас на философской такой волне. Я бы сказал, что даже если они во главу угла оставить сейчас вот эту конкретную, значит, линию, они должны быть готовы к тому, что эту линию можно поменять на ту, на другую, на третью. То есть вот это вот план B, план C, там, и так далее. А почему же нет-то? Понимаете? Есть масса народа, у которых никогда не было не то, что план B, у них и плана A не было. А так как-то на них упало, и все нормально, вроде думаешь, надо же, вот люди какие. А бывают такие, что у них и план B, и план C, и все равно ничего не получается. И так тоже бывает. Значит, вопрос какой? Как лучше? Ну вот, из общих соображений, лучше, когда у тебя есть несколько, и ты в состоянии перепрыгивать с одного на другой. Вы можете на бумажке любые планы написать, но дальше что? Поэтому я не знаю, как зовут девушку. Мне хочется пожелать ей и ее мужу успехов. Они молодые ребята, мужа 28 лет. И, может быть, когда смотрят ребята со стороны, им кажется, что вот тут те, кто по рабочим визам приезжают в Соединенные Штаты, это люди вот откуда-то, ну, из таких мест, где вот там каждый программирует, там, каждый второй. Москва, там, Минск, я не знаю, там. Вот, я хочу сказать, что здесь довольно много сибиряков. То есть, они заметны. Они не доминируют, но они заметны. И, конечно, очень много народу из Новосибирска, из Академгородка, из Новосибирского университета. Очень, очень заметные ребята. И, ну, я, я-то, почему знаю, что у меня жены их учатся в большом количестве на тестировщиках. Что-то у меня горло село. Вот, но очень много ребят и из Томска, и из Омска, и из, там, я не знаю, из Иркутска. Из разных мест есть народ. Поэтому я им желаю успехов. И, чтобы все хорошо получилось, независимо, там, от выбранной стратегии. Но, отвечая на вопрос, вот, я, я все-таки сказал бы, что, может быть, и, может быть, и не бросать этот самый заочный. Может, так и закончить его, если можно вот так его издалека закончить. Пусть будет. Даже, даже не знаю, что сказать. Вот. То есть, я не иду там, знаете, люди, многие вам сказали, ой, что ты заморачиваешься, уже пошел бы там в переходе, купил бы там диплом какой-то, напиши себе все, что хочешь, вот у тебя диплом. Вот, я таких советов не даю, потому что это очень чревато, опасно и так далее. Но, если опыт есть и, не знаю, что сказать. Я знаю ребят, которым не дали визу, которые вот с Татьяной тоже, они договорились, уже ехали, уже все, пошли визу получать, а им визу не дали. И так бывает, и они были очень расстроены. Уже, казалось бы, вот уже план, ну вот уже все, все, да, и визу не дали. Понимаете, поэтому... Конечно, конечно, желательно иметь много стратегий. И то, что английский вы учите, тоже очень здорово. Там, наверное, нужно Тойфл сдать, да, я не знаю, для того, чтобы поступить на учебу. Вот такой у нас небольшой сюжетец. Счастливо!